Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, недельная глава обсуждает тему Мишкана, переносного храма, который мы строили в пустыне, чтобы мы могли приносить там свои жертвоприношения и там заниматься своим духовным ростом. Вот то место, где находится максимальная концентрация щены божественного присутствия. Говорится нам в Медрошах, что Торос запрещает для постройки Мишкана брать плодовые деревья. Если деревья приносят плоды, яблоня, груша, не смей его рубить, чтобы построить для меня храм, в котором ты сможешь очищаться и расти духовно. Давайте немножко задумаемся. Великое место храма – это место, где наша душа может очиститься, где мы можем приблизиться ко Всевышнему, где слышатся наши молитвы. Неужели ради такой великой цели нельзя срубить одну, две, там, пять яблонь? Ну что такого прямо страшного? Ну да, жалко, яблоня приносят яблоки, плоды. Я ее срубил. Но я же сделал это для великой цели. Неужели такая великая цель построить Мишкан, не оправдывает средства срубить пару плодовых деревьев? Я потом посажу другие. Ну дайте мне, почему Тора запрещает? А Тора тебе говорит, что неважно, какая у тебя цель, цель не оправдывает все средства. Цель святая – построить Мишкан. Но если у тебя есть другие деревья, которые плоды не приносят, зачем тебе уничтожать те деревья, которые приносят плоды? Не важно, какая у тебя цель, если под дороги к этой цели ты будешь что-то позитивное, хорошее уничтожать, твоя цель никому не нужна. Твой храм никому не нужен, если ты его сделаешь, срубив целый сад плодовых деревьев. Вот такой вот важнейший урок. Также мы это находим в поведении Авраама Авину. Авраам – это был бесконечный-бесконечный хэс от милосердия, звать гостей, всех накормить, как мы это видим в ситуации, когда к нему пришли ангелы. Он накрыл стол, он всех кормил, хотя он был немножко болен после обрезания, но он бесконечно-бесконечно хочет творить добро, и он бегает и собирает и мясо, и то, и хлеба. Но когда Авраама Авину просит сына ради его воспитания, чтобы он принес воды, он не говорит, как обычно, когда он носит еду, еще еды, еще еды, еще. Он говорит сыну, принеси, пожалуйста, немножко воды. А почему твой безграничный хэс от и твое добро здесь как-то ограниченное? Принеси немножко воды. Почему немножко? Пусть принесет 10 ведер воды, 100 ведер воды, пусть работает. Нет. Авраам Авину нас также научил этому уроку, который мы сейчас с вами обсуждаем из Мишкана, что если ты хочешь сделать добро, ты молодец, у тебя великая цель, кости пришли, накормить гостей – это очень-очень-очень важно. Но за счет другого, чтобы сейчас ребенок тащил ведра – нет. Цель, какая бы святая она ни была, она не оправдывает все средства. И точно так же, знаете, был в Израиле такой вот случай. Жил в городе Бнепрак, религиозный город в Израиле. Маленький-маленький такой карлик, очень-очень невысокого роста. И один человек хотел сделать благословение Всевышнему, сказать ему, Всевышний, ты творишь такие вот разные творения. «Барух Мишане Абриот, ты сотворил такого карлика, вот у тебя такой разнообразный мир». И вот этот еврей взял этого карлика на руки, на улице перед всеми, и сказал, Всевышний, спасибо тебе, что ты творишь такие вот разнообразные творения. Этот человек хотел приблизиться ко Всевышнему, сказать ему спасибо за то, что вот мир такой разнообразный. Но что он сделал? Он взял этого лилипута, этого карлика на руки и унизил его на всю улицу. Сказали про него, про этого человека, раввины, которые это видели, что в рай его никогда уже не пустят. А почему нет? У него же такая святая цель. Я хочу благословить Всевышнего, я хочу к нему приблизиться. Я для этого использую вот свою эмоцию, что мир такой вот разнообразный. Я поднял этого карлика и сказал, Всевышний, вот ты творишь такие творения. Ты можешь хотеть все, что ты хочешь. У тебя может быть очень святая цель. Но унизить кого-то на улице вот таким вот образом, кого-то взять, поднять на руки, в рай такого человека не пустят, сказали про него раввины. Итак, дорогие друзья, когда мы строим мешкан, мы не срубаем плодовые деревья. Когда мы просим сына принести воды, мы не будем его просить принести там тонну воды. Неси там, неси. Как он сам относится к себе и накрыл огромный стол. Мы никогда, какая бы цель не была, она не оправдывает средства. И если есть какое-то разрушение, какой-то грех, не дай Бог, такая митцва, такая заповедь никому не нужна. Спасибо огромное за внимание. Шавуатов.